Трудности с парковкой для инвалидов, кажется, не бросаются в глаза, но если присмотреться, они есть в каждом дворе. Здесь машина перекрывает единственный бордюрный пандус и вход в аптеку для колясочников. К слову, тоже единственный. Это первое, что отметила комиссия по социальной адаптации инвалидов Матичинской общественной палаты. У входа в аптечный пункт по адресу улицы Матросова, дом 13. Вот эта вот машина, кстати, она стоит вам хронически. Мы ее неделю назад, когда вам фотографии присылали, вот этого пункта, вот мы делали абсолютно, она стоит без выезда. То есть вот непосредственно. У нас эта машина есть на фотографии, она стоит уже, либо она здесь постоянно останавливается или паркуется, либо она здесь стоит без выезда. То есть у нас она неделю назад на этом же месте стояла. Вот что мы видим здесь. То есть кнопка ситуационной помощи. Вот она присутствует. До этого отсутствует. На первый взгляд кажется, что здесь готовы к приему людей с ограниченными возможностями здоровья. Нажимаем на кнопку. Ожидание длится около минуты. Здравствуйте, кнопочка сработала? Да, вот бегу за вами. Вот отлично. Помогите нам, пожалуйста. Вот здесь, смотрите, ну, человеку трудно вот очень попробовать оказать помощь. Ну, если вот это, то поднимаем. Еще одна цель мониторинга – проверка наличия льготных лекарств. В этом аптечном пункте они оказались не все. Если лекарственного препарата нет в наличии, то пациент приходит с пустым рецептом, да, что, соответственно, не указано в какую аптеку, да, и, допустим, маршрутизироваться. Тогда в аптеке берут на обеспечение, записывают в журнал номер телефона, берут рецепт, и уже там по своим каналам они заказывают этот лекарственный препарат. А дальше пациенту отзваниваются и приглашают. Эта информация вызвала у некоторых людей удивление. Многие даже не знали, что можно воспользоваться такой услугой, вместо того, чтобы колесить по всем девяти государственным аптечным пунктам. А они разбросаны по всему городскому округу. Например, этот, на Олимпийском проспекте. Сейчас он обслуживает сразу несколько микрорайонов, после того, как в Леонидовке закрылась на ремонт первая поликлиника. И тут бросается в глаза отсутствие парковки. Выделено одно парковочное место, но и оно занято. Взобраться по такому пандусу самостоятельно на коляске тоже непросто. Не всем это под силу. А теперь испытаем кнопку вызова для оказания ситуационной помощи. Была бы связь обратная, а человек, мы стоим, не понимаем, прошел, нет, не знаю. Нажми еще раз. Ну, это достаточно. Там, думаю, трезвенность. Ну, а что делать? А что делать? Прошло 10 минут. Так никто и не вышел. Что делать в таких ситуациях? Учреждение должно иметь паспорт в доступности, к которому прописано ответственные по оказанию ситуационной помощи в маломобильной группе. Может, какой-то маме надо оказать помощь, чтобы коляску завести сюда или еще что-то. Здесь этого явно нет. А ведь, казалось бы, в специализированном учреждении о принципах безбарьерной среды должны знать по определению. Но на практике все иначе. Вопрос, почему? Вот мы этот вопрос задаем три года на территории округа. Находим причины, находим тех, кто их нарушает. И все-таки мы входим в аптеку. Порог здесь особенно крутой. Ремонт дверей провели недавно, но не выполнили простейших условий. Здесь элементарно просто сделано, потому что на 10 сантиметров без всяких поручней по нормативам проходит метр наклона. То есть здесь получается 8 сантиметров, пожалуйста, можно на метр спустить сюда. И будет небольшой спуск и подъем. Но не сделано, потому что нет представления, что такое безбарьерная среда. И зачем вообще нужна кнопка вызова, на которой так никто и не среагировал. По результатам мониторинга готовится обращение в МОЗ Обл Медсервис, в чьем ведении находится аптечный пункт. Но общая оценка по поддержанию безбарьерной среды здесь не более чем на 3 с минусом. Если не будет реакции на наше повторное обращение, ну все-таки мы попробуем, скажем так, нашу эту историю перевести в область закона, который позволяет нам обратиться в суд. Ну вы знаете, на самом деле каким-то образом надо это сдвигать. Пока только общественные организации и обычные граждане обращают внимание на эту проблему. А вот профессионалы, от кого зависит точное выполнение всех норм и правил доступной среды, как будто самоустраняются. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День».